Ну а спонсор данного видео GVG Mall, это небольшая площадка лицензионных ключей, на которых можно купить, например, винду 10 по хорошей цене за 1000 рублей и так далее. Также есть промокод GA20 и по нему можно получить скидку 20%. В общем, те, кому интересно, я оставлю ссылку в описании под этим видео. Ну а теперь перейдем к делу и еще раз здравствуйте, друзья. Итак, пришло время немножко отойти от тематики компьютеров и вернуться в сторону ноутбучной отрасли. Ведь это довольно интересная тема, хоть я сам своеобразно отношусь к подобным изделиям. Ну, скажем так, мне до сих пор сложно монтировать видео на 15-дюймовых экранах. И второе, что меня смущает, это удобство пользования ноутами в качестве игровой платформы. Однако, немножко отойду от темы и поясню, зачем я взял вообще ноутбук. Дело в том, что постоянные зрители канала знают о моем переезде, который оставил меня без компьютера. И вот я решил на первое время взять ноут, пока не соберу компьютеры. Хотя в прошлом видео уже стало понятно, что я таки нашел себе ПК. Но все равно это первое время у меня был 17-дюймовый аппарат для монтажа видео. И цена на такой ноут 18 тысяч гривен или 47 тысяч рублей. Да, я действительно монтировал прошлые два видео именно на этом ноутбуке. Знаете, я не буду называть компанию производителя и модель, чтобы не возникло вопросов о рекламе. Те, кто знает, сразу поймут. Просто скажу, что это среднебюджетный аппарат, который в принципе отличается от большинства подобных. Более крупным дисплеем, а также неплохим качеством сборки и ценой. Но к этому еще вернемся, пока я поделюсь своими впечатлениями от работы за данным ноутом. И оно у меня даже, знаете, приятное, что странно. Ведь напомню, к подобным штуковинам у меня своеобразные отношения. Скажу сразу, наперед не стоит ожидать невероятной скорости от этой модели. Я прежде всего хотел доступный ноут с большим IPS-экраном для монтажа видео. И мне было очень непривычно после монитора на 29 дюймов пользоваться этой штукой. Нет, конечно, тут неплохая Full HD IPS-матрица, приличная цветопередача. Но даже на таком экране все равно мало 17 дюймов для удобства работы с видео. Мне лично часто приходится всматриваться в мелкие детали, от чего устают глаза. И все, понимаете, такое мелкое, зажатое движение мышкой должно быть точным. В общем, видео на 8 минут я монтировал примерно 2 дня. Причем ровно такое же видео на компьютере с большим монитором я делаю обычно за один день без проблем. Нет, конечно, этот ноут я оставлю себе про запас. Мало ли я опять придется куда-то переезжать. Но и в то же время я понимаю, что монтировать на нем дома, имея по словам компьютер и большой монитор, я вряд ли стану в будущем. Если кому у зрителей интересно насчет железа, что внутри данного ноута, то скажу самое важное. Это новейший проц i3 2 ядра 4 потока с турбобустом до 3.5. Далее 8 оперативы, твердотельный SSD под винду и отдельный винт на 1 терабайт. Далее корпус полностью пластиковый, лишь только стилизирован под металл в области клавиатуры. Все остальное собрано аккуратно, не люфтит, не трещит и тачпад работает стабильно. По остальным деталям я бы отметил еще на удивление тихую работу охлаждения. Даже под нагрузкой нет. Его, конечно, слышно, однако не настолько заметно, как у некоторых конкурентов. Не буду их называть, но поверьте, у меня было с чем сравнивать. Например, тот же HP, он стоит одинаково, но размеры экранов у них, конечно, разные. 14 дюймов против 17. Слишком уж заметна разница по экрану, думаю, зрителям это понятно. Но цена у них, еще раз повторюсь, одинаковая. Что насчет видеочипа, то в моем ноуте стоит какая-то там обновленная модель Видяхи MX150 на 2 ГБ видеопамяти. И да, на нем можно даже в Full HD запустить какие-то игры. А если быть точнее, то первым делом я закинул Contro. Там на средних было примерно 80 кадров, местами поднимался фрейм до 100. Тут можно смело сказать, что КС работает прилично. Если снова вернуться к размеру экрана, сравнивая с пятнашкой против этих же 17, то, конечно, в данном случае видимая область будет заметно больше, а значит повышается точность стрельбы в некоторых моментах. Как ни крути, но прибавка 5 сантиметров к экрану мне нравится больше, чем играть на 15 дюймах. Поверьте, это очень непросто, если твой противник сидит на мониторе, а ты как бы в танке. В общем, друзья, далее я решил проверить еще несколько популярных хитов и закинул новинку Apex. И там на низких Full HD было что-то порядка 35 кадров, что явно слабовато для сетевых замесов. Все-таки тут требовательная игра к железу, и только если выставить, например, 720p, то можно выжать 45-50 кадров, что уже немножко лучше, и можно даже нормально стрелять. Не знаю почему, но Apex весьма жирный оказался для большинства компьютеров. Хотя тот же PUBG, например, ровно с такими же цифрами на этом же ноуте. То есть это 35 кадров Full HD на низких и почти 60 кадров 720p. И тут, знаете, я признаюсь, уже подумал, вот он предел машины, и так будет везде. То есть, чтобы я не запустил вечные 30 кадров Full HD на низких, но пришла очередь в Fortnite, и тут даже на средних были неплохие 50 кадров, что странно. Тем более, если понизить разрешение до 720p, то можно было увидеть даже плавную картинку до 80 кадров. Думаю, тут, понятное дело, нечего комментировать. И далее я также в конце проверил танки, и отсюда впервые на высоких стабильный FPS под 60 кадров. Ведь теперь, ясное дело, ноут тянет хорошо только популярные вечные хиты вроде CS, танки, Dota, Fortnite и подобные им. Причем тянет даже на средних Full HD под 60 кадров. И вот именно тем, кто ищет ноутбук с большим экраном, именно для таких игр, плюс-минус, немножко помонтажить видео и потратить при этом не больше 700 долларов, то вот вам, пожалуйста, живой пример. И, наверное, не побоюсь этого слова, но я думаю, это один из самых оптимальных ноутбуков с таким IPS-дисплеем на 17 дюймов, твердотельным накопителем и винтом на 1 терабайт. Плюс, отмечу, в принципе, нормальный проц, и я лично не знаю, что может быть даже лучше за 700 долларов. А пока что я доволен этим ноутом, кроме разве что отсутствия подсветки клавиш и возможности прокачки. Ведь для этих целей придется полностью разбирать корпус, а этого я делать, конечно, не хочу, иначе следит, что правильная гарантия на пломбе. Поэтому моя оценка этой модели 8 баллов из 10 с учетом цены и качества. Тем зрителям, кому интересно, что за модель, я оставлю ссылки и цены в описании под этим видео, и на этом будем заканчивать. Следующее видео будет немножко щедрым, я, наверное, соберу ПК отличный, причем для зрителей с видяхой RTX 2060 и A5-8400, поэтому, чтобы не пропустить видео, подпишись на всякий случай и ждите, впервые на канале будет вот такой крупный подарок. Вот такие дела. Всем еще раз спасибо за просмотр и до встречи на канале, друзья. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok